Нет, я не ожидала, что она будет 12-я. Я планировала войти в 15, но именно как по местам я не могла точно сказать, потому что, ну, вы сами видели соревнования, сами видели, какие оценки были, поэтому я не смотрела, не гадала, на каком мы будем вместе. Просто у нас была цель войти в 15, и вот мы вошли в 15, 12-м результатом, это очень хороший результат, потому что если в Лондоне Алябе у нас тренировалась до этого 8 лет в Москве, в Лондоне стало лишь 15-й, Сабина тренировалась у нас дома, в этих стенах нашего нового центра художественной гимнастики, который построил нам благодаря нашему главе государства. Первая ласточка, которая отсюда полетела сразу на Олимпийские игры. Многие специалисты, тренера в основном говорят, лучше самому выступить, чем вот как тренер сидеть и переживать, да? Да, это ужас, да. Лучше самому выступать, потому что у меня были такие же ощущения, волнительные, да, как было у меня в Афинах и в Пекине. Но в Афинах и Пекине я сама выступала, и когда сам спортсмен выступает, он чувствует себя, он чувствует свои силы, свое тело, да, он знает, что он выйдет, да, он готов, он выйдет и сделает. Но здесь, когда ты стоишь как тренер и не знаешь, что делает твой спортсмен, ты уже беспомощно стоишь возле площадки, не знаешь, чем ему еще помочь. Все, что мог тренер, он уже сделал. А там уже спортсмен сам выходит один на один. Справится его головной мозг с системой вот этой, вспомнит она все, что я ей говорила, значит, что делать. Не вспомнит, значит, не вспомнит. Понимаете, это же тоже, это психологический фактор тоже все влияет. Тем более ей всего 17, и выйти вот так вот все сделать. Ну, вы видели сами, там девочки, вот Ривкин, которую мы обошли, она приехала туда уже на третью Олимпиаду. И у нее она не справилась с эмоциями, не справилась в психологическом плане. Это тоже всякое бывает, хотя ей 26 лет. Казалось бы, уже опытная гимнастка должна выходить выступать. Вообще говорят, что у художниц, то есть у гимнасток, хоть они такие нежные, но у них внутри должен сидеть лед. Да. Какой характер у Сабины? Ну, вот вырабатываем льва, будем там изнутри. Он пока потихонечку просыпается. Потому что она, понимаете, есть такая категория детей, которые они приходят с 5 лет, они уже лидеры. А она не такая пришла. И вот наши говорят, в спорте должен быть такой характер стервозный, вот такой вот наглый. А Сабина, к сожалению, не такая. Она очень добрая девочка, очень такая вот мягкая девочка. Она не грубит, очень мягко разговаривает, и ей тяжело перестраиваться от такой мягкой. И вот когда в работе мы начинаем вот это вырабатывать из нее, мы начнем вытаскивать злость, наглость на площадке. Вот это вот сейчас начинаю с ней работать над этим. А так сложно, потому что она девочка добрая, очень такая отзывчивая. И выйти, иди, сделай нагло, она так не может. Потихонечку это придет с опытом. С опытом это все придет. Теперь ее следующие старты когда будут? Ой, только уже на следующий год, потому что этот год для нее был очень тяжелый. Так же, как и для меня, у нас были тестовые, где мы, самое главное, должны были лицензию завоевать. Потом чемпионат Азии в Ташкенте, где она тоже с медалями приехала. Потом ЕНТ она сдавала, тоже для нее стресс был. И Олимпийские игры. Поэтому очень тяжелый год. И сейчас она отдыхает. Немножко потом, когда придет себя, начнем работать, новую программу делать.